Если спросить некоторых людей, почему происходит смена времен года, то можно получить ответ, якобы это связано с расстоянием от Земли до Солнца в разное время, с особенностями орбиты Земли. В этом видео я продемонстрирую, почему это не так. Можно было бы предположить, нечто вроде Солнца находится в центре Солнечной системы, приблизительно в центре орбиты Земли. Вот орбита Земли. Предполагается, что определенные точки орбиты Земли ближе к Солнцу… Нарисую получше. Предположим, вот точка ближе к Солнцу. Вот дальше, вот сильно дальше и снова поближе. Ближе и ближе, пока не достигнем самой близкой точки. Так что орбита Земли выглядит примерно так. Хорошо. То есть выдвигается довод. Расстояние от Солнца до Земли на орбите не одинаково. Эта часть утверждения верна. Орбита Земли не идеальный круг. В ней есть точки, где Земля находится ближе или дальше от Солнца. Когда мы находимся наиболее близко к Солнцу, когда Земля находится в этой точке, это называется перигелий. То есть ближайшая точка на орбите. Подпишем ее. Ближайшая точка к Солнцу на орбите. Наиболее удаленная точка от Солнца называется Афелий или Афелион. Я слышал и такой вариант произношения. Пусть он будет здесь. Итак, то, что орбита Земли не идеальный круг с Солнцем в центре, верно. Форма орбиты близка к кругу, но слегка эпилептическая. Поэтому мы то приближаемся, то удаляемся в течение года от нашего светила. Разница в расстоянии составляет 3%. Так что оно очень невелико. Я сильно преувеличил его на схеме. Но на основе этого факта некоторые считают, что когда мы ближе к Солнцу, наступает лето. Соответственно, когда мы максимально удаляемся от Солнца, наступает зима. Самое очевидное доказательство против этой идеи — то, что лето наступает не одновременно по всей планете. Вот схема Земли. Смотрите. Когда в северном полушарии — лето, помечу ли это теплым цветом. Когда в северном полушарии — лето, в южном полушарии — зима. Примерно так это все выглядит. И когда в южном полушарии — лето, в северном полушарии — зима. Таким образом, времена года наступают на всей планете не одновременно. Таким образом, можно сказать, что, согласно важнейшему наблюдаемому доказательству, эта идея не может объяснить смену времен года. Это противоречит тому факту, что наблюдается в северном полушарии, потому что перигелий сейчас наступает в январе. Земля ближе всего к Солнцу тогда, когда в северном полушарии — зима. Подпишем это. Вот так. Земля дальше всего от Солнца тогда, когда в северном полушарии — лето. Офелий наблюдается летом. Так что, хотя эта идея кажется интуитивно очевидной, чем ближе к Солнцу, тем теплее. Вот и лето. Чем дальше от Солнца, тем меньше энергии получает Земля. Вот и зима. Наблюдаемая картина прямо этому противоречит. В особенности времена года в северном и южном полушариях наступают не одновременно. При этом, в северном полушарии, в момент, когда Земля ближе всего к Солнцу — январь — середина зимы. Итак, завершая это видео, повторю. Смена времен года не обусловлена расстоянием до Солнца. Если вас интересует чем же, увидимся в следующем видео, где разберем влияние наклона оси вращения Земли.